КОНЕЦ 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 Коклюш Коклюш — это острое инфекционное заболевание, которое характеризуется приступообразным спазматическим кашлем. Источником инфекции чаще всего являются больные в катаральном периоде коклюша, когда температура остается нормальной, общее состояние не нарушается, кашель не имеет приступообразного характера, и ребенок остается в детском коллективе. Дети первого года жизни заражаются, как правило, от кашляющих старших детей или взрослых. В периоде спазматического кашля приступы могут повторяться в зависимости от тяжести заболевания от двух-трех до шестидесяти-восьмидесяти в сутки, и особенно беспокоят больного ночью. Во время приступа кашля до отказа высовывается язык. В результате его трения о зубы образуется язвочка на уздечке языка. Дети больные коклюшем легко возбудимы, раздражительны, у них нарушен сон. Резкое напряжение, возникающее при приступе кашля, иногда приводит к возникновению кровоизлияния в склеру. У больных выявляется симпанический оттенок перкутурного звука, рассеянные, сухие и влажные хрипы в легких. В ряде случаев отмечается повышение артериального давления. Довольно часто выявляется тахикардия. На рентгенограмме выявляется горизонтальное стояние ребер, низкое стояние куполов диафрагмы, повышение прозрачности легочных полей, расширение легочных корней. Иногда нужно обнаружить тень треугольной формы, сегментарное поражение легкого. Изменения со стороны крови характеризуются гиперликоцитозом и лимфоцитозом при нормальной или умеренно ускоренной сое. Диагноз подтверждается бактериологическим исследованием, которое проводится методом кошлевых пластинок или методом заднеглоточного тампона. На чашке Петри с кровяным агаром выявляется рост сероватых колоний, напоминающих капельки ртути. Особенно опасен, как люд для детей грудного возраста. Приступы кашля у них нередко заканчиваются рвотой, цианозом. В тяжелых случаях может наступать апноэ, как остановка дыхания. Частым и тяжелым осложнением, как Люша, у детей первого года жизни является пневмония. Она, как правило, носит очаговый характер и часто принимает затяжное течение. Патогенез Коклюша сложен и окончательно не изучен. Установлено, что эндотоксин палочки Борде-Жангу оказывает воздействие на нервную, дыхательную и сосудистую систему. Проникая в организм воздушно-капельным путем, Коклюшная палочка размножается на слизистой оболочке гортани, трахеи, бронхов, бронхио и альвеол. Спазматический кашель возникает в связи с раздражением рецепторов блуждающего нерва, расположенных на слизистой дыхательных путей. Раздражение передается в кашлевой и дыхательный центры продолговатого мозга. Возбуждение распространяется и на расположенные рядом центры, рвотный, сосудодвигательный, тонической нервации скелетной и гладкой мускулатуры. Возникает бронхоспазм, лярингоспазм, спазм сосудов. На фоне этих изменений создаются благоприятные условия для возникновения тяжелых пневмоний и атолектазов. Больных коклюшам раннего возраста необходимо госпитализировать в боксы или маленькие палаты. Большое значение имеет рациональное питание больных и материнский уход. Легкие формы коклюша, особенно у детей старшего возраста, не требуют какой-либо медикаментозной терапии. Длительное пребывание на свежем воздухе оказывает благоприятное влияние на самочувствие больного коклюшем ребенка или течение болезни. Показано применение антибиотиков, которые эффективны лишь при раннем их назначении. Рекомендуется применение аэрозолей, протеолитических ферментов. В тяжелых случаях коклюша показана интенсивная оксигенотерапия, которая осуществляется при помощи кислородной палатки. При сильном беспокойстве ребенка, частых приступах кашля, применяются нейроплогические препараты. При особенно тяжелых формах болезни следует применить кортикостероиды в течение 5-7 дней. У детей грудного возраста при тяжелых приступах кашля иногда приходится отсасывать слизь из дыхательных путей электроотсосом. В случаях сопровождающихся приступами цианоза, остановкой дыхания, тяжелой пневмонией показано внутривенное введение глюкозы, глюканата кальция, кокробоксилазы, витамин. Своевременная рациональная комплексная терапия дает, как правило, хорошие результаты. Витамин 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 Активная иммунизация против коклюша является обязательной в нашей стране. Вакцинация начинается в возрасте 5-6 месяцев и проводится троекратно с интервалом в 30-40 дней. Вакцинация проводится ассоциированной к коклюшной гистерино-солбнячной вакциной. Широкое проведение активной иммунизации привело к резкому снижению заболеваемости коклюшем.